Университет путей сообщения, кафедра тоннелей метрополитены. Следующая часть видео занятия Как начертить поперечное сечение однопутного железнодорожного тоннеля. На прошлом занятии мы вроде как все с вами построили. Нюанс заключается в том, что в рамках нашего задания мы должны сделать два таких сечения для грунтов разных крепостей. Условно, скажем, для слабых грунтов и для прочных грунтов. И, как правило, это всех студентов вводит в ступор. Как же так? Что же нам делать? Существует... И самое главное, чем общения отличаются? Помимо обратных сводов. Помимо обратных сводов эти тоннели будут отличаться в величинах зазоров и в толщинах обделка. Ну и часто у студентов возникает такой соблазн взять и, я не знаю, как-то вот как-нибудь так вот, значит, все это дело притянуть за уши. Там... Получается какая-то ерунда, как правило. Сечение сделать поменьше. Тоже получается какая-то ерунда. Да, в общем, ребят, обращаясь к вам, ко всем, не страдайте ерундой, а спокойненько, заново начертите это сечение. Это совсем не сложно. Сейчас я вам докажу. Я уже столько раз все это дело чертил, что лишний раз для меня начертить не проблема. А вы заодно посмотрите, за сколько... ну, сколько времени у меня на это дело займет. Да не только вы, я тоже самое сейчас возьму. Поставлю, включу себе таймер. Секундомер. Поехали. Итак, с чего мы начинаем? С того, что строим, внутренние чертания, откладываем зазоры. Итак, если здесь я чертил тоннель для слабых грунтов, то здесь начерчу для крепких скальных. И возьму зазор 50 миллиметров. Здесь 350 по-прежнему для размещения коммуникации. Здесь у меня тоже 20 миллиметров на неточность постановочки опалубки. Сверху тоже 50 миллиметров. Так, круг. Три точки соединяю. Отрезок. Так, свет мне центр. Вот у меня центр. Делаю так. Центр радиус. О, кстати, практически попал. Ну, может быть, немножечко попробую еще поиграться. Более точно, чтобы было. Но, наверное, зря я это сделал. Вообще один в один. Так, все линии построения убираю. О, кроме нижней. Относительно этой линии я сейчас все дело обрежу. Относительно этой линии и этой линии обрежу. Мою большую. Так. Вот теперь всякие линии такие удалю. Так. Посчитал. Вот у меня первый вариант был. Вот второй вариант. Все. Опять-таки я считал для промежуточных значений крепости, чтобы не совпадало с вашими вариантами. Никоим образом. Так. Здесь 460 в моем случае. Давайте-ка я все это отзеркалю. Вот так вот. Круг по трем точкам построю. Так. На линию построю вот эту. Так. Ну, опущу вот для него на эту линию, вот эту. Построю круг цепь радиус. Вот так. Нижняя часть по стене прямая. Обрежу эту часть. Обрежу эту часть. Линии построения лишней лишней уберу. Обрежу зеркально. Так, здесь все вставлю. Без изменений мне все устраивает. Сколько у меня там лоток получился? 290. Угу. Так. 290 при криво. 290. Вот это у меня будет на ток. Здесь. Это у меня 90 градусов. А я хочу что-нибудь в районе 115 градусов. Жму вкладку Tab. И пишу 115. Вот так. Все лишнее обрезаю. Эту линию зеркалю. Здесь обрезаю. Лишнюю линию удаляю. Так. Ну и наконец. Все это дело я залил. Копирование свойств нажимаю. и копирую свойства моей штриховки. Вот так. Все. Ну все это дело выделю. И сделаю цвет по слою. Ну белый. Вот. Таким образом. 5 минут 20 секунд. У меня ушло на построение второго варианта. 5 минут. Ну в вашем случае. Это будет допустим 15 минут. Но друзья мои. Лучше потратить 15 минут на отрисовку второго варианта. Чем потратить полчаса час на превращение вот этого варианта в такой. Я вас уверяю. Это будет гораздо сложнее. А сейчас я хочу поговорить о том, как нанести размеры. Почему я хочу об этом поговорить? Потому что очень часто с размерами возникает огромное количество сложностей. Сейчас покажу, как обычно студенты наносят размеры. Значит, допустим, я хочу просто габаритный размер показать в своей выработке. Пролет выработки показать. Так. Плохо. От края и до края. Да. Выносят. Получается. Вот он где-то здесь. Что дальше делают они студенты? То есть увеличивают масштаб. Так. Нет. Не тот масштаб. А вот. Стрелка. Так. Засечка. Ладно. Хорошо. Величина, наверное, стрелки нужно увеличить. В 10 раз. Нет. Плохо. В 100 раз. О. Получилось. Так. Величина стрелки. Может быть, надо увеличить текст. Где он? Вот. Высота текста. Так. Он вплотную примыкает к линии. Что же делать? Наверное, оступ нужно увеличить. Как? Какой? Мало. Много. И так далее. Так вот, господа. Так делать не надо. На самом деле все устраивается гораздо проще. Начинаем с того, что заходим во вкладку аннотации. И устанавливаем шрифт. Все размеры у нас начинаются со шрифта. Место стандартного я беру. Ну, я просто обычно его меняю. Я не делаю новый. Просто меняю стандартный. На стандартный чертежный шрифт. По нашему ESCAD. Итак, шрифт называется ESO-KPEUR. ESO-KPEUR. Вот он здесь. Курсив. И степень растяжения не единица, а 0,8. 0,8. Применить. Все. Это стандартный чертежный шрифт, который мы вас обучали еще на первом курсе. На начертательной геометрии. Далее мы заходим в размерный стиль. И здесь я уже обычно делаю новый. Называю его... Ну, здесь я назову его 50. Далее. И здесь, значит, в этом стиле я сделаю что? Я символы и стрелки обозначу двойной засечкой. Обязательно. Это в соответствии, опять-таки, с нашими ГОСТами ESCAD. Единой системы конструкторской документации. И размещение вкладка. Возьму глобальный масштаб 50. И, наконец, основные единицы. Точность 0, округление 10. Что это значит? Это значит, что у меня будет округляться автоматически до сантиметров. В тоннеле строения все размерные линии нужно округлять до сантиметра. Потому что никто под землей вам не сделает выработку, ну, например, 10 метров и 39 миллиметров. Никто. Строители над вами просто будут хохотать. Все. Теперь я этот шлифт выбрал. И могу делать вот такие размеры. Видите? Ну, желтеньким, к сожалению, не выделилось. Сделаем вот так. Почему я взял именно такой размер? Потому что на печати на формате А3 такие размеры, в принципе, я увижу. Но, может быть, есть смысл взять не 50, а давайте сделаем, не знаю, 75. Соответственно, размещение 75 берем. Окей, закрыть. Выделили этот размер и назначили его 75. Вот так. Он стал чуть побольше. Так. И теперь, если мы будем с вами все делать вот в этом размерном стиле, то у нас будет красота. Так. Какие размеры нужно указать? Понятно, что габаритные размеры. Так, я не перевел на беленький, желтенький я все-таки уберу. Итак, габаритные размеры. Это понятно. Далее, размер габарита приближения строений я бы тоже указал. Вот. В моем случае 6400. Да, поскольку имеется контактный несущий трос в контактной сети моей. Что делать дальше? Дальше нужно указать все размеры, достаточные для того, чтобы построить нам наше очертание такое. То есть, указать все радиусы. Давайте мы это сделаем. Радиус. Вот этот я указываю. И внешний тоже. Вот этот. Далее я возьму линию и доведу до центра моей окружности. Ну, чтобы было понятно, где у радиуса, куда он устремляется, да? Так. Вот. Все мы видим, что я довел. Так. Это что касается вот этих кривых. Теперь у меня вот еще кривые есть. У них тоже есть свои радиусы. То же самое делаю. Вот они у меня где. Так. Раз. И второй. Это здесь наружный и внешний. Так. Давайте доведем. Вот он у меня попал в обделку. Ну, что поделать. Так. Размер габариты я немножечко подвину, чтобы размеры друг друга не перекрывали. И что нужно сделать еще? Еще нужно теперь уже выделить искусственно вот эти размеры. И здесь уже на свойствах указать место двойной засечки. Закрашенные, замкнутые. Вот так. Опять-таки потому, что согласно требованиям ЕСКД, у нас все диаметры и радиусы показываются стрелочками, а линейные размеры засечками. Так. Все замечательно. Но при этом мы не показали, на каком расстоянии от, допустим, уровня головки рельса у нас находятся вот эти центры наших радиусов. Давайте покажем. Опять-таки линейный размер беру. И вот габарита показываю. Здесь показываю, здесь. Так. Ну, вот видите, что не очень хорошо у меня здесь получилось. Давайте немножечко эту штуку перенесу. Чуть-чуть вот так вот сдвину. Сдвину вот эту тоже. Соединю их вот таким образом. Так. То же самое я сделаю и здесь. Вот тут габариты приближения строений. Покажу, на каком расстоянии все это дело находится. И покажу так. Это я уже показал. Они у меня на одной прямой лежат. Давайте эту линию я изображу. Теперь относительно оси тоннеля. Я тогда покажу, где у меня лежат центры вот этих окружностей. Кажется, что размеров очень много. На самом деле, все эти размеры нам необходимы для того, чтобы можно было по ним построить основные размеры нашего перечного сечения. Для, допустим, каких-то более мелких деталей на чертежах вносятся соответствующие узлы различные. Например, в увеличенном масштабе. И показываются уже остальные маленькие размеры. Здесь, в принципе, нам достаточно вот этих размеров, которые мы обозначили. Так. Теперь вот этот радиус тоже его нужно показать. Радиус обратного свода. Вот как-нибудь вот так. Так, допустим, я его заведу. Вот так. Ну и тогда размер от уровня головки риса вот этот. Вынесу его сюда, чтобы он мне не мешался. И здесь тоже сделаю стрелочку. Закрашенную, замкнутую. Вот таким образом. Так, что мне не хватает? Мне не хватает толщин моих сечений. Вот линейный я сделаю здесь. Покажу 480. Вынесу ее в стороночку. Так. Покажу толщину стены. Как моего самого большого размера, да? Тоже вынесу. Немножечко сдвину. Так. Ну и покажу в уровне обреза фундамента размер. Например, покажу толщину обратного свода. Так. Ого. В принципе, вот таких размеров, наверное, мне хватит. Да. Нет. Покажу еще величину зазора. Величину зазора между габаритом и внутренним чертами. Здесь я возьму параллельный размер. И вот это дело вынесу чуть подальше, чтобы не попадал размер на мою конструкцию. Так. Ну еще тогда, чтобы уж совсем быть хорошим человеком, покажу. Вот это 350. Этот размер в стене. Так. Ну, пожалуй, что на этом я расстановлюсь. Так. Все готово. Все размеры нанесены в полном объеме. Необходимо мне для моего курсового проекта. Так. На этом все. На следующем занятии мы с вами разберем, как составить расчетную схему уже для расчета запроектируемого нами варианта. Спасибо за внимание.